всем привет дорогие друзья и мы снова в мире кораблей на этот раз мы вышли в бой на французском крейсере 7 уровня бой только начинается и вот показались первые противники даем залп по черсу и он нам приносит минимальное количество урона ну что ж все еще только впереди продолжаемся отстреливаться по черсу и первый поджог тем временем видим то что много вражеских крейсеров идут к нам бортом и поэтому мы смелись на бронебоина в надежде вышибить цитадель даем залп и сразу же результат кейсберг маневрирует а мы продолжаем вести по нему огонь однако наши новые попытки не приносит нам такого успеха как предыдущие и сквозное пробитие спускаемся в догонку попутно уворачиваемся от вражеских снарядов замечаем щорца без половины хп в надежде вышибить ему цитадель отстреливаемся по нему бронебойными но он скрывается из виду а наши снаряды не находят свою цель впереди фуса и лишь чудом его залп не снес нам половину хп и вновь вступаем в дуэль с кейсбергом но надо признать здесь наши попытки особо не увенчались успехом даем еще залп по кейсбергу и вот он уже нам приносит приз виде цитадели еще один залп все мимо но просто так отпускать мы его не собираемся однако он ушел и на этом моменте в бою наступает некое затише во всяком случае для нас так как я пытался выйти на вражеского эсминца но немножко не рассчитал и в итоге просто прогулялся вокруг островов и вовсе И вот после неспешной прогулки мы снова возвращаемся в бой. На горизонте уже маячат вражеские корабли, однако достать мы до них не можем. Все же слишком большое для нас расстояние. Но вот один из линкоров вошел в зону обстрела. Даем по нему залп осколочно-фугасными. Всего лишь жалкое пробитие. Второй залп. И вот тут снаряды уже нашли свою цель. 5000 урона и один поджог. Но вот появилась цель поинтересней. Наш старый знакомый Фуса, от снаряда в которого мы уворачивались в начале. 24000 хп. Начинаем расстрел. Да, некоторые снаряды ложатся неудачно. Но другие бьют прямо в цель, вызывая поджоги. Тем самым медленно, но верно, уничтожали инкор противника. Еще один поджог. В этот момент можно обратить внимание на то, что у нашей команды назревают проблемы. Ведь численное преимущество на стороне соперника. Но вот наш первый фраг в этом бою. Выцеливаем второй инкор противника. Даем залп. И у него остается совсем мало хп. Кажется, снаряды летят именно туда, куда надо. Однако, нам не повезло. Мы видим, что король Георг включил ремонтную команду и начинает восстанавливать свои хп. Включаем форсаж, чтобы как можно быстрее обойти остров и добрать его. Однако, здесь нас ждет неприятный сюрприз. Октябрьская революция. Прямо по курсу. Нам повезло, и наш союзник добрал-таки короля Георга. Но что делать с фуловой Октябрьской революцией? Идем на нее носом. И в этот момент, не веря в свое везение, я заметил то, что она абсолютно не двигается с места. Видимо, отошел покурить. Даем торпедный залп. На всякий случай разворачиваюсь вторым бортом, чтобы также дать торпедный залп со второго аппарата. Вдалеке маячит тот самый недобитый Кёнисберг. Отстреливаемся и по нему заодно. Орпеда благополучно забирает Октябрьскую революцию. А наши снаряды достигают Кёнисберга. Двойной удар! В принципе, бой можно считать практически выигранным, если бы не одно но. Два линкора противника на нашей точке и уже начали захват. Передо мной стоит выбор. Или начать захватывать вражескую точку и пытаться добить до конца. Или же пойти к своей. Прикинувся за и против, я решил двигаться всё же на свою базу, чтобы сбить захват. Ведь неизвестно, успели ли бы мы опередить их по захвату или же нет. И сейчас в бою опять на какой-то момент наступает некое затишье. И сейчас в бою опять наступает некое затишье. Так как противников не видно, а до нашей базы нам ещё идти и идти. В какой-то момент я даже стал немного нервничать. А вдруг соперник успеет нас опередить по захвату точки. Ну вот, на радаре показался один из противников. И мы начинаем понемногу пристреливаться. Наши союзники не дремлят и также открывают огонь. К сожалению, видимость не очень хорошая для нас. Поэтому приходится бить практически вслепую. Но тем не менее, снаряды находят свою цель. И мы сбиваем захват. А вот тут уже можно прицелиться как следует. Так как осталось всего лишь два соперника, мне хотелось побольше повоевать и расстрелять их. Однако, мои союзники решили иначе и продолжали захват. А вот тут стало опасно. Ведь мы подставили борт линкору. Но тем не менее, вызвали два пожара. Нам ничего не остаётся, кроме как идти вперёд. Прикрываемся островом. Да, нам определённо сегодня везёт. Ну что ж, терять уже, скажем так, нечего. Ведь и бой и так выигран. Поэтому выходим сразу на два линкора. И начинаем расстреливать их. Включили ускорение перезарядки. Чтобы в последние секунды боя нанести как можно больше урона. А тем временем, наши союзники окончательно захватили вражескую точку. Вот такой вот получился бой. Немного странный, но полное везение для нас. Всем, кто смотрел, всем спасибо. Всем пока.